не хватает рабочих я жалуюсь я про вас так не скажем вчера он кому-то даже выговор вынес лето красное пропили а сейчас начинаем бить по пяткам потом это покажется цветочками сегодняшняя планерка нет отопления на дворе уже ноябрь такими жалобами закидали приемные губернатора жители приморья буквально на днях олег николаевич сделал серьезное предупреждение некоторым главам муниципалитетов а некоторым даже и выговор о срыве отопительного сезона и сейчас здесь в правительстве края состоится рабочее совещание именно по этим вопросам и мы не можем его пропустить здравствуйте эта программа ход конем и за мной как чистого такие совещания ежедневно на сегодняшний день до окончания подготовки топительный сезон и муниципалитетов так то есть ежедневно ежедневно своей работе да да они вообще честно всегда вам доклада по-другому нельзя почему потому что мы мониторим выезжая на места вас не обманешь в общем нас не обманешь мы стоим ждем когда начнется совещание здесь уже собрались представители прессы наиболее сложная ситуация конечно остается фокина где там пытаются в Владивостоке очень много не подключенных с 24 числа обещает дать отопление на сахалинской 36 каждый день обещает что сего что сегодня на данный момент отопления так и нет с 24 числа срок устранения принятые меры и принятые меры 0 1 11 23 но как мне пускай потом ответит фпс что это у них за порыв который неделю устраняет уже не знаем куда обращаться по адресу владивосток улица енисейская с 1 июля этого года нет горячей воды естественно отопление мы тоже пока не дали кормят обещаниями никакой конкретики никто не дает ни управляющая компания не водоканал только отговорки что идет затяжной ремонт и поскольку дом старого фонда панельный квартира померзает быстро спасаемся обогревателями но мы же этот каждый день будем сейчас мониторить ситуацию по вот этим вот обращениям и если мы увидим что это не выполняется а просто такие отписки тут будет очень серьезный разговор с теми кто такие отписки дает если шла вчера он кому-то даже выговор вынес да если вы обратите внимание во время совещания у него на столе у него главы исполнения поручений а унесение выговоров направили приказы и собственно говоря они лежат на столе как олег николаевич того и требовал сегодня должно быть такое горячее совещание я думаю да по всей видимости да что касается отопления это всегда горячее совещание момент запуска отопления у вас судя по этим комментариям не вот такая толстая пачка вот то есть сколько же у и как вы проводили гидравлические испытания это вопрос уже к руководству фпс к руководству города кто отвечает за жилищно-коммунальное хозяйство а их компетентности их ответственности за порученное дело за ту заработную плату которую они получают и за те летние месяцы когда они должны работать за это надо спросить консиль владимирович понимаете не просто значит рядом там находящийся за это нужно спрашивать спрашивать жестко за такие меры чтобы вот таких фолиантов на 20 страниц их не дочитаю до вечера мы взяли на себя обязательства выполнить все работы по социалу вчера было школа номер 7 школа номер 7 запитных нет как консиль владимирович у нас вообще обязательно подождите послушайте значит у нас задача вообще подключение к отоплению значит что значит мы взяли на себя обязательства по подключению школ и детских садов они должны были быть подключены в зависимости от температурного режима который уже сегодня на сегодняшний день значит да то есть не позволите для занятия в школы это первое второе у нас люди проживающие в городе это что на втором этапе или как 45 адресов которые были указаны по 30 за сегодняшний день как бы по 30 адресам как бы мы дали отопление как бы то что у нас осталось 10 адресов в работе 5 из них из 45 это регулирующиеся адреса как вы видите вот той информацией которая дается в основном на русское кирово-енесейское это один пункт мы запустили кирово-енесейское как бы запустили увидели еще один порыв лето красное пропели а сейчас начинаем бить по пяткам вот и все считаем что это норма почему-то это не норма это если уж скажем так не преступление да слава богу то это халатность гранича с этим потому что не было правильно организованной работы несмотря что по 8 вечера работа в правительстве края не прекращается давайте по фокину 30 октября и отключения фокина нет и не видно а то что воды не было в городе фокин до сих пор некоторых домах уже восьмой день нет воды и в дунае 5 отключать воды фокин отключается каждый год какая там ситуация александр сергеевич а сколько у вас там домов вы 21 дом фокина подключили а сколько домов а 21 подключим сейчас займитесь подключением а там будем смотреть пароли участия каждого скажем кто был к этому причастие на не причастие вот сейчас день на ночь на на объектах 24 часа в сутки решайте эти вопросы с бригадами людям оплачивайте денежные средства за ненормативную работу привлекать субподрядной организации на те ремонты на подключение работайте с управляющими компаниями сейчас это у вас ахиллесово пита внезапно пойдет снег дождь и потом что будем делать потом это нам покажутся цветочками сегодняшняя планерка просто напросто и особо вопрос пофокина александр сергеевич как там и что значит все ли это было поэтому ваш вопрос это на вашей совести и упрекать вам некого будет за те решения которые придется принимать в силу разных причин но и допускать так чтобы страдали люди мы тоже не будем слава богу школу хорошую прошли